Один из дворов на улице Советской нелегальные таксисты превратили в автостоянку. Жильцы многоэтажных домов обеспокоены тем, что с подъезда бывает порой не выйти. От шума испытывают неудобства пожилые люди и мамы с детьми. Как и кто может защитить людей от незаконных перевозчиков? Двор захватили нелегальные таксисты. Машины здесь стоят и днем, и ночью. Жильцы многоэтажек устали от ежедневного шума и беспорядка под окнами. Татьяна не раз сделала замечание нарушителям покоя. Транспорт не только мешает технике, которая чистит двор, но и является источником выхлопных газов, от которых, по словам женщины, во дворе задыхаются. В половине пятого таксисты, готовясь отправиться в первый рейс до Москвы, начинают прогревать двигатели. Но пока на замечания Татьяны и других жильцов они не реагируют. Я вижу в окно своей квартиры, что они ходят на остановку автобуса до Москвы, на Москву предлагают, усаживают людей. И поэтому я сделала вывод, что это нелегальные. Лично я никогда не сяду на такой транспорт, потому что я не уверена в своей сохранности, в своей жизни. Двор превратился не только в автостоянку, но и в общественный туалет. Жильцы говорят, что таксисты никого и ничего уже не стесняются. Не стесняясь, никого не обращая внимания. Могут сесть, снять штаны и сесть даже. Не только по маленькому, но и по большому. И когда им делаешь замечания, они у нас матом, перематом. Вот они, перевозчики, у которых, по всей вероятности, никаких разрешительных документов на осуществление транспортных услуг не было и нет. Их микроавтобус стоит у дороги без опознавательных знаков маршрутного такси. От видеокамеры водители не скрываются, напротив улыбаются и с легкой издевкой повторяют, что возят не людей, а воздух. Однако, как утверждают жители этих домов, не просто перевозят, собирая пассажиров на остановке, а в погоне за большим заработком. Борются за каждого. Подхожу на остановку, за мной должен был сын подъехать. Он подъезжает, а напротив они наблюдали за мной. Подъезжает, я сажусь к нему в легковую, в эту машину. Ихний же этот водитель подходит и стучит с его стороны сына и говорит, ты чего ее посадил? А он ему и говорит, а что я не имею права мать посадить? Жители бьют тревогу и уже не раз обращались в полицию и в администрацию. Предложили им заградить свои дворы шлагбаумами, установить, то есть каким-то образом оградить проезд машин. Но, к сожалению, это не ограждает от самих водителей, которые устроили там, по большому счету, общественный туалет во дворах у этих жителей. Ну, каким-то образом они, в общем-то, машины там ставят сейчас в меньшем количестве, они в основном стоят вдоль дороги. То есть, если мы запретим им стоять вдоль дороги, установив соответствующие знаки, они, естественно, уйдут обратно во двор. Сегодня в городе четыре основные точки, где работают нелегальные таксисты. Они предлагают людям, ждущие московский автобус, отправиться с ними. Мол, это будет быстрее, да и поездка обойдется чуть-чуть дешевле. Желающие сэкономить время и деньги пассажира находятся всегда. Администрация совместно с ГИБДД и полицией еженедельно проводит рейды с целью выявления нарушителей и привлечения их к административной ответственности. Это одна из машин, незаконно перевозящих пассажиров из Москвы. При проверке документов выяснилось, что у водителя, гражданина другого государства, разрешение не оформлено. Удостоверения российского образца нет. Сама машина не отвечает требованиям безопасности. У пассажиров на руках нет билетов, а значит, они не застрахованы от несчастных случаев. Кроме того, водитель не проходил предрейсовый медосмотр. Его штрафовали, но уверенности в том, что он теперь не выйдет в нелегальный рейс, нет. Как показывает практика, таким перевозчикам легче заплатить штраф, чем оформлять все документы, платить деньги за медосмотр и страховать своих пассажиров. Так что серпуховичам стоит быть более внимательнее, куда и к кому садиться в машину и кому доверять свою жизнь.